Мы сейчас тоже будем же дышать, и вы смотрите, знаете, за чем следите? Есть такое состояние у Оша, состояние наблюдателя за мыслителем. Все свои мысли, которые идут, вот так вот просто от них отстраняешься, они будут падать. Ты на них просто смотришь, и никаких выводов, никаких оценок. Через 5 минут у тебя пусто в голове. И сконцентрируй внимание просто на дыхании. Вдох через нос, выдох через рот, желательно максимально глубокий вдох. И все? Наверное, так? И все, и дышим. Я вот проходила ПРФ-терапию, она мне не подействует. Дорогая, я тебе так, я тебе сделаю так, тебе даже больно не будет. Помнишь этот? Я проходила гипнотерапевта турецкого онлайн. Он у меня тоже не ходит. Вы знаете, я, наверное, не гипно, или как вы говорите? Это, знаешь, этот... И у меня сложный... Это как с оргазмом, да? Я вот с ним пробовала, что-то не мне получилось. Этот тоже что-то, ну, так себе. А ты меня точно вот, ну, как бы... Каждый сам отвечает за свой оргазм, понимаешь? Дыши глубже. Я перехожу на метафоры, которые понятны всем, ладно? Чтобы этот, просто... Можно, Макдей? А? Нет. Лексика. Нет, нет, сейчас... Хорошо, знаем вас, воспринимаем, как... Аж красное стало, смотри. Вот я с этим пришла, я не могу на публику, я знаю ответ, но я лучше... Еще там, туда, на галерку села, там, это, да? Я первый раз. У меня... Я не могу высказаться. Смотрите, давайте я сразу предупрежаю, чтобы если есть отличники, и кого коробит мат, я как бы извиняюсь сразу заранее. Я по-другому не умею ее. Я пробовал. У меня окей? Ага, нет, я в смысле, вот, есть вот, ну, вот, нет, тебя не коробит от мата? Да, 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 и тебя коробит, да, и вот отличница, потому что... Да, решили высказать меня коробит. Надо? Я вижу, что вы... Надо. Вот здесь чуть, ну, вот, потряхивает иногда. Вот тоже не очень так, этот, будет тоже. Я заранее, извиняюсь, буду материться. Ага, потому что в Бишкеке, знаете, одна женщина вот так, она вот на сеансе вот так. И идет вот через весь зал вот, вот, я не знаю, как... Час она вот шагает с закрытыми глазами и не плачет, ничего, вот просто куда-то идет. А... И я вот так подхожу к ней в ухо вот так сзади. Брось сына, пиздуй своей дорогой. Вот так. А-а-а! Чего только ей не говорил до этого, да, то есть, ну, не понимая. И именно почему-то, когда вот чуть-чуть поддаешь, она тут сперва. заходи огонь и вода ну да понятно садись конечно с кем-то еще могу прийти хух сразу предупреждаю я матерюсь ну я вообще на всех случаев да вот я вот сейчас сейчас объясняю да бывает я сейчас буду рассказывать какие бывают эти проявления а вы этот не пугать я для того чтобы вас мозг ваш мозг считал что так бывает короче руки вот так выворачиваются ноги вот сюда лицо вот так не значит делать на узел хинкали вот так сворачивают короче это минут на 15 если ты будешь меня слушать если ты будешь что-то рассказывать как тебе плохо как вчера в прямом эфире за и за и без полтора часа это и короче если ты сконцентрируешься на то что я тебе буду говорить это 15 минут и если будешь жевать вот это все и объяснять как тебе плохо ну короче это час ну если будешь терпеть это будет очень больно если будешь орать будет сильно и быстрее и не больно орать нормально да ну рот прикрывать и салфетки будем давать ему здесь кажется одни но девочку жалко да мы как это знаете это то я у меня знакомая на она этот коуч в московский какой-то там вот такая и она говорит приезжаю в москву и я тут тебе группу собрала я приехал 25 человек женщин я так понял она и фильтровала лет пять всех с кем она не справилась она всех в одну группу привела а этот еще салон йоги что-то там сати казанова да какая то есть или кто-то короче на прям на арбате и и там прям вот вот в натуральную величину буду короче not по памятник носу с как этот статуэтка стоит ему так я бы мы будем кричать они ничего страшного у нас там центр тут психологические тренинги постоянно и мы вот так окна открыли туда на арбат который забегает охране где-то в середине вы хоть окна закройте что случилось лишь сказали можно сигнализация на машина срабатывать а то на тут рейк еще пришла сестра она меня не видела она очень долго там лет десять наверно тебе в битве экстрасенсов надо но там прям ведьма на ведьмы там я такого вот я такого беспредела не видел больше никогда ты с одной вытаскиваешь это вдвоем или вторым другие подколдовывают и ее помог спасают блять ты эту бросаешь на ту кидаешься и вот так 25 человек просто жопа погодит вот поэтому лучше рты прикрывайте потому что голос очень нечеловеческие ну правда не похоже на человека до есть не ждите ничего я просто рассказываю чтобы не пугались это мы в манкенте у нас там 1 в обморок упала а там представляете там короче этот консул еще кто-то там вот такие какие-то сидят этот и женщина это стояла стояла ее там и вот мелом когда будет вот так же да она в манкете здесь я ее там по щекам там ее в себя привел и вот так голову поворачиваю все вот так свет обосрались подельнички это консул я точно думал сейчас нас посадят я а я здесь такого хрена нет обосрались подельнички поэтому этот ничего не бойтесь все уже было если у кого-то есть какие-то операции там где вас трогать нельзя коррекция зрения была я глаза тогда трогать но как бы не буду мы обойдемся гну как-нибудь по-другому да есть у кого оперированные глаза линзы только у тебя чай есть ничего страшного шины же сняли уже даже еще надо вот давай так про и пройдемся чуть-чуть с чем пришла ты хочешь лишний вес замужем не замужем дети не в разводе дети есть хорошо ты только с лишним весом пошла смотрите и это не то что сейчас я буду исполнять это чтобы просто туда как как намерение туда отправить отношение когда последний раз были вообще до 10 лет а отношения когда были 10 лет в разводе и больше никого не было после мужа хорошо не помню его вашу мать я вообще знаете мне вот недавно написала в директ 1 что вы с мужем живу 11 лет секса нету прикинь разводиться или что делать как вы думаете иди умри на хрена я не знаю что делать как можно с мужиком жить и ну тысячи пришла с тобой чуть не так что не так сколько лет те чудила до этого замужем не замужем было нет с мужем отношения устраивать наладить хочешь ли хочешь хочу не так он еще ничего не виноват но ты уже не понимаешь ладно хорошо вы все пришли я всегда недовольны все раздражено и зла еще вот сейчас вот сюда на нее посмотри она очень добрая но из-за того что и доброта никому нахер не нужна уже очень давно у нее появляется в агрессию переходит у тебя часто пока добрая на смотрите до добрые люди вот у вот как как она да то есть она очень добрая очень эмпатичная из-за того что она любовь дает ой а в обратку только плюют да из-за этого она обозряется правильно а так сейчас по работам увидите вот такая же будешь хорошо ты чё пришла я чувствую сажи много в теле а честно хорошо у меня сейчас данный момент я как будто я встала в одном месте хорошо что-то в чем киде стали чаще разводиться да и ничего и не мне кажется да раньше там он меня бьет пьет я и удовольствия не уходила да сейчас чаще стало да или кажется понятно хорошо развелась это нехорошо ли чё вот еще добрый человек который агрессивный да ты чем пришла у тебя потому что подавлено она сидит ты чуть-чуть сбрасываешь но у тебя счет этот смотрите по стране это пока не ко мне но я расскажу дорогу где я был где не помогает я расскажу тебе не помогает я была до этого попал я примерно знаю да да я получал так что мы попали она попала между нами первым хорошо давай отличиться это вот самая у самый умный запрос честно а ты сама заработать ты сейчас больше зарабатываешь ой ой это плохо надо сейчас подожди а ты чё делаешь он тем работает образование у него есть а у тебя и как вы сошлись скажи что случилось первым тогда хорошо ты нашла того кого можно контролировать да или чё да нет я бы не сказала что нашла но в тот момент когда мы познакомились у нас были отношения он работал был замдиректором я думала что он хорошо зарабатывал что с ним сделал тогда как он замдиректора на таксиста спокятился ты брала замдиректора сейчас он таксист что случилось а а а а или он вылезла запустил, или наоборот, я как-то ему подавила. Давай, сейчас посмотрим, ладно? Говори, ты с чем прошла? Мне надо сепарироваться. От кого? От 2. Тебе сколько лет? Ты не замужем, что ли? Мне 40, у меня 6 родителей. И какая тебе нахрен еще сепарация нужна? Вот у меня мама, я единственный ребенок. И мама, она меня гиперопекой своей убивает. А муж где? Шестерых детей, отец. Он со мной. Он уже смирился с этим, что я... В смысле, она с вами живет там? Нет, она с нами в том-то и дело не живет. Но каждый день, каждый каждый день приходит домой. Зачем вы их вычитали? Нет, у меня я всегда открыт. У меня так себе кровь не душит. Капец, ладно, хорошо. Это, в общем, материнскую любовь купи себе и им. Раздай и пусть читают. Вряд ли поможет, но хотя бы они будут понимать и делать это осознанно. Вот, и главное, сейчас, мне кажется, я все же самое повторяю со своими детьми. С каким из них? Со старшего. Почему он? Он болел или что? Нет, никто не болел. У меня дети вообще не болели. Почему ты до старшего выбрала? Ну, потому что он сейчас уже взрослый. А, у меня муж играла. Забыла, да? Самое главное, забыла, блядь. Это на сессиях всегда так, час заканчивается. Говорят, а, кстати. Это, кстати, говорят в начале. Забыла, забыла. Но меня больше сейчас волнует не то, что игромана, но то, что у меня с мамой такие отношения. Смотри, игромания. Внук, интересно, да, вам? Игромания – это те люди, которые гиперопекающая мама, либо отсутствие любви вообще. Это дети, которых отдавали бабушка с дедушкой, воспитывали, там еще куда-то вот туда. То есть, где вообще не было любви. Чаще всего это оттуда. Потому что, если бабушка с дедушкой ребенка воспитывает, чтобы не было вот этой внутренней пустоты, нужно прям так сильно перелюбить за четверых. Ну, это очень редко у кого получается. Очень редко. Муж с фигуровкой гиперопекающая? Ну, во взрослой жизни, да. Когда мы поженились, мы всегда все нам дали. Ну, получается, мы поженились, но нам всегда все дали. Мы особо не стараемся. Кайф, да? Нету никакой отверстили. Чего и десятерых не родила тогда? Ну. Не успела пока? Пока занята, да? Ладно, хорошо. Шестеро детей. Шестой кто у тебя? Девочка. Девочка. Теперь слушай внимательно. Девочка. Вот ее воспитание шестой дочери прям очень сильно возьми под контроль. Потому что ее очень важно научить развиваться постоянно. Она не должна отдыхать вообще никогда. Постоянное саморазвитие там, я не знаю, там вот всему она должна учиться всю жизнь. Шестой ребенок берет карму двух родов. И отцовский, и материнский. И чаще всего они не справляются. Потому что им отдыхать нельзя. И поэтому с детства прям приучи. Поняла? Просто обрати внимание. А это только шестой ребенок, да? А? Или это первый, третий? Шестой. Только шестой. Шестой, да. Потом опять, да. И шестой, и двенадцатый, да? Там, если дойдете. А я начинал, что третий ребенок берет карму, и последующий. Берут вот так. Старший, старший мама, первую мама, потом папа, мама, папа, вот так. Шестой обоих берет, потом опять мама, папа. Просто обрати внимание, потому что мне когда это сказали, я жена слова не верю, я начал переспрашивать. А шестой как живет? И где-то из десяти восемь живут так себе, потому что они не развиваются. Двое, ну как-то, ну те активные прям в образовании. Вот им прям учиться надо. Тысяча пришла. У меня двое детей, старшая дочь очень сильно болеет. Ну уже она в Чикаго у меня. Операцию в течение десяти лет. Опухоль крестца. Опухоль была такая, которая как бы, мы в Корее оперировались. В общем, трижды в Корее. Вот последний раз год назад сделали в Чикаго операцию. Удалили опухоль, выводили стону. И вроде бы сейчас как бы все хорошо, но как бы. Но теперь у младшей дочери открывается кровотечение по-женски. И как бы начинает младшая дочка как бы. У тебя старшая, когда у меня было, что с ней было, ты не знаешь, она не рассказывала? У нее руки парализовало? Выворачивала? Ноги. Ноги. Ага. Но она опоздала к вам, уже шло, я ей сказала, что вы там. Она сработает, побежала там, в общем. Она просто уже в конце успела зайти, в последний этаж. И ей сказали, что нужно с тобой еще парализоваться. Ага. Ну вы улетели, а... А что она онлайн не взяла? Вот мы не знали, и она что-то им что-то сказала. Ага, окей, хорошо. Вот сейчас младшая началась вот, у нее двое дитя. Ага. И вот какое-то кровотечение открылось. Вот первого ребенка было, дважды оперировали, и у нее не состоятельная шва, зашивали. Вот второго родила, вот ребенку, и опять кровотечение открылось. Ага. И вот как-то это дело. Хорошо. Сейчас посмотрим, с собой что. А можно вопрос? Давай. Вот такие ситуации могут зависеть от родителей. Какие? Потому что этот мир происходит. Такие вещи. Там надо смотреть. Там сейчас посмотрим, что у нее вылезет. В какую сторону. Потому что непонятно, с какой стороны прилетело. То есть бывает это прилетает прям отдельно на детей. Бывает прилетает там, ну в рот прилетает. Бывает прилетает просто маме или там папе отдельно. Нужно, ну, смотреть. Сейчас вы видите, сейчас. Я вам рассказываю, все равно не поверите сейчас. Ну, потошним немного, потом поверите, я вам перескажу потом заново все. Все же такие, а, да, да, да. А вот что это такое, блядь? Что это было? Потому что когда я рассказываю, не все верят. Вот, поэтому это, ты чем пришел такой любознательный? Я, ну, у меня человек правосторонний, его паразит. Это штука? Да, ВЦП. Право-право. А-а-а. Да, нога, все. И у меня, вот, в одну снять я в аварю попал. Опять правая сторона мне собрали заново. Руку недавно в январе сломал. Опять правая сторона, да, я уже не знаю, как дальше с ней делать. Это первое. Второе, я пошел как лошадь. У меня денежные потоки, типа, через меня, может, там, не знаю, от 50, ну, от 50, там, до минуты, может, пройти и так же уйти, просто. Потом приходит, приходит. В смысле, у тебя на руках ничего не остается? Да, да, вот последние, последние два года, наверное, так вот, дорогу закрыли просто, вот, как вот, и все, и вот, ничего не делаю, деньги зарабатываю, ну, сразу, там, у кого-то свадьба, у ты еще что-то, там, короче, ушло. Опять пришло, опять пришло, опять пришло, да. Живу хорошо. В смысле, на все хватает, просто, я помню, когда я иду в потоке, типа, где-нибудь было прям много, я и он, как, собиралась, копилось, там, то, 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 а потом, что-то у вас, и вообще интересно стало, после 30. Это ты до 30 еще, ты, деньгами крутил? Да. Молодец. Сейчас 33, и бизнес в сентябре, это он свой. Не сказать, что не идет, идет, ну, знаете, как-то. Прям, тяжело идет, да, я прям, ну, прям, пахчук, короче. Что, посмотрим? Оно приходит, там, нормально приходит, за прошлым месяцем 30 тысяч пришло, но эти 30 тысяч сразу ушло. Давай, сейчас глянем, что у тебя там. Ты с чем пришла? В тебе энергии просто немерено, с чем пришла? Во мне энергии, я тебе действительно немерено. Есть несколько запросов, например, это что-то семейное. Я была замужем, сейчас уже замужем второй раз. Были отношения, и каждый раз, я натыкаюсь на дни эти же грабли, это, были отношения по два года, семь лет, между первым и вторым годом. И все время это изменно, все время это изменно, и все время я это. Так же, как у этого молодого человека, я зарабатываю довольно-таки много, у меня несколько бизнесов. Я не могу сказать, что я без денег, или не могу сказать, что я в долгах, я все вкладываю в бизнес, развиваюсь, открываю новый, но на руках как таковой не остается. Все время появляются какие-то дырки, все время говорят, что тебе надо, все время, что тебе надо кому-то помочь, и что-то такое, как таковое, не остается. Муж у меня тоже бессмыс, зарабатывает, и зарабатывает вещь, чем я. Конечно, хотелось бы, чтобы он зарабатывал, но основное, наверное, с чем я пришла, это беременность и отношения. Отношения с кем? С мужем, с миром мужчин, вообще в целом с миром мужчин, да? Потому что как вчера же вы с вами приснились, у меня это тоже нормальное действие. У тебя, да. Поэтому, ну вот, хотя я постоянно в женских практиках всяких этих, и только этим я с себя спускаю, вот так. Но это жить, но это все остается. Тебе чуть-чуть агрессию надо сбавить, и нормально все будет? Нет. Чуть агрессию приспустить, и нормально будет? Причем у меня ее не было. Она появилась, когда я вышла замуж. До мужа, вот замуж пошла меньше год назад. До второго мужа я этот. Знаешь, я знаю девушку, она прошла все тренинги, которые были возможны в течение, там, 10 лет, наверное. Она прошла все. Потом вышла замуж, куда нахрен это все делось, я не понял. Как будто стерли. Она говорит, я себя так долго готовила, там, да, ну, к отношениям. Вступила в отношения, влюбилась, эмоции выдавили мозг, и, короче, мозгов нету. И она мне когда звонит, там, плачь, я говорю, слушай, это же вот так, смотри, вот это, вот это, ты же, говорю, все знаешь. Да? Я забыла. Я говорю, ну, иди тогда дальше. И она вот периодически звонит, там, пишет. Я говорю, нет, сказать, что у нас отношения хорошие, все хорошо. Ну, они для меня неестественны, причем потому, что приходится помолчать, где-то приходится помолчать, где-то приходится специально, намеренно сделать, позволит сделать мужчине ошибку, хотя ты знаешь, что это неправильно. Да, да, все, потому что так, по-другому он не научится, позволит сидеть здесь себе дома, когда, чтобы нет у меня денег, хотя у меня даже есть, но я и говорю, что нет. Видите? Ну, а как по-другому, но в моем понятии, что это на немного искусственно, наивно, наверное. Но самое главное, что у нас в течение 8 месяцев не получается. Сейчас посмотрим, сейчас этот, у тебя зажим в этот, в паховой области, сейчас, короче, ори. Это, знаете, у нас, мы когда-то сидели в компании, и все бухают, короче, орут что-то там, этот, и одна вот так, бывает сквозь разговор вот такой, типа, обратись к нему, он же работает вот так, типа, и все такие, что? И такие, ну вот, ты же забереть не можешь, вот Игорь сидит, вот так они. Я говорю, слушай, этот, ну, потом. И они опять, а-а-а, и опять все бухают, что-то там, этот. И бывает вторая пауза, когда вот просто все почему-то молчат, да, вот, ну, и прерывается разговор, я говорю, диагноз быстро говорит, какой? Я говорю, онкология. И ревет, и пошли в комнату, короче, я с ним все вот это вот, через две недели две полоски. Пацан бегает. Я говорю, короче, вы мне должны. Я говорю, Игорем, во-первых, вы его не назвали. Во-вторых, этот интервью мне дайте, ну, чтобы люди понимали. Там мы ему лицо заблюрим, там, я не знаю, что вы хотите сделать, но покажите, расскажите ощущения там отца и матери, которые не могли забеременеть, и тут просто вот так это все. Это же круто же. И они вот, и знаете, что сказал, женщина и женщина, отеки спадут после родов, я как бы, я не знаю, это будет через год или через 20 лет, сейчас посмотрим, когда, как отеки спадают. Лена, ты чего пришла? С сыном. Вчера послушала тебя и думаю, да это же я, знаете, как это, драть от себя сына. А ты говорила, я там. Да, я, как это вчера прозвучало, властная мать-одиночка, вот я сильно так прикалывалась, инвалид-мать-одиночка. В итоге, ему 21 год, я не могу вот себя отлепить. Вроде бы, вы понимаете, может, не отлепляется же. Кто ж от коммунизма? Идет не так, блин, вот не так все, блин, в космос. Надо подальше от себя. Он сейчас где? А дальше, блин, на другом конце. А ты что там, он косячит, ты его там спасаешь? Ну а какие выходные, если что, твоих детей не будешь спрашивать? Не, мы нашли цифровую тюрьму там, ну, там выход в магазин, надо написать на e-mail нам сначала, мы должны подтвердить. Мы так пока воспитываемся, не знаю. Мы тут уже 21 год. Ну все уже, да. Тут уже большая тюрьма на горизонте. Опять что ли? Нет, ну вот после этого эпизода, теперь дубль 2 в другой стране, и, блядь, такое все начали на свободе, ясно. Меня Бешимбаева вырастешь ты. А? Бешимбаева вырастешь ты сейчас. Вот, вот это и страшно. Вроде ты в него правильные вещи закладываешь, но, вроде он и не творит ничего. Такого, ну и не прогрессирует, он ничего не хочет, он не знает, что он хочет. Да. Он хочет себя от поймать, уже так и хочется только идти. Это знаешь, когда мне как-то парень приходил, я говорю, он говорит, мать привела, говорит, что с ним, я говорит, не пойму. А ребенок учится в Ванкувере, я говорю, почему, что ты недоволен? Он взял академ, вернулся в Казахстан. Я говорю, чем ты недоволен сейчас? Я там учиться не хочу, не хотел. Меня мама заставила. Я говорю, окей, кем ты хочешь быть, где ты хочешь учиться, я пока не знаю. И он, конечно, ходил, наверное, сеансов в 7 или 8, я ему потихоньку мозги вправляю. И потом в какой-то момент я понимаю свою неэффективность, ну, в целом. И мы уже, восьмая сессия, ты уже как друг становишься, да, это что-то стирается между вами. Я ему говорю, ты знаешь, вот если бы ты был мой сын, я бы тебе колени сломал бы нахер битой просто. И, бля, выбросил бы на улицу. Вот почему? Потому что ты выбираешь, ты живешь в Ванкувере, учишься в одном из лучших университетов мира, и ты выпендриваешься, и еще не знаешь, куда ты хочешь учить там, куда мама отправила туда. Когда поймешь, кем хочешь стать, отучишься на того, где ты хочешь. Только за свой счет. И его как-то, ну, клинануло. Это, знаешь, это вряд ли ты сможешь сделать, но это должен мужик какой-то авторитетный, его придавить немного. И врыло бы, да, ему пару раз. Ну, ты дожди, когда ему жизнь подзатынь не даст, и не спасай. Не спасай. Выдыхай, да. Смотри, Лена, я сейчас... Надо со мной что-то, значит, делать? Сейчас мы с тобой сделаем. Я тебе еще, вот, кейс еще раз, этот, такой, чтобы понятно просто было, да, к чему. Вот, я вчера рассказывал, сегодня повторю, сестра у меня. Нарвалась недавно на меня, я, короче, ее вытряхнув весь, и она вот плачет и говорит, что я не так сделала там, вот, почему в моей жизни так. Я тебе одну фразу говорю уже 10 лет, ты не сделала до сих пор. Брось его, брата. Он постоянно спасает брата. В спасении брата она проебала свою семью, она проебала все материальное, и, как бы, я говорю, чего ты добиваешься? Ну, же, брось, отпусти. Поэтому пока не поздно, ну, как бы, сейчас какие-то проблемы. Ему будут, пусть сам решает. Сиди вот, закусись и жди. Поняла? Больше не спасай. Это же так и начинается, там, там, что-то натворил, здесь спасла от тюрьмы, чуть-чуть, значит, можно чуть больше дозволено. Чуть больше дозволил, опять можно, опять можно. И дна нету, пока в рыло не дадут. Угу. Ну, надо отпустить. Потому что пока ребенок маленький, как бы, проблемы маленькие. И когда тебе 40, ты опять какую-нибудь херню натворил, уже это, ну, неотвратимая вещь. Ты с чем пришла на галерки? У меня страх перед обществом. Это вообще навязчивые мысли про младшего сына, что он умрет, прям, я не знаю. У меня всегда навязчивые мысли. Именно его. Почему он умрет? Не переживает. Не знаю почему. У тебя сколько детей? Двой. И именно младший умирает? Именно младший, да, боюсь вот. У меня в мозгах вот Аллах умрет, Аллах умрет. Ой-ой-ой. Не знаю почему. Больше так не повторяй, ладно. Вот я не знаю почему, у меня мысли в голове. А старший уже отдельно живет или нет? Нет, старший тоже с нами. Ему еще только 12.2. Всего? Нет, всего 22. Правильно заметили, у меня гиперопека. В обществе не могу проявиться, не могу даже элементарно то сказать. Я краснею прям все, я не могу. Дорогая, это не та проблема, нет? Нет. Давай в сына вернись. Сейчас, сейчас. Подождите, не перебирайте. А, да? Ладно. Я думаю, даже элементарно высказать свое мнение, да? Я краснею прям, я не могу. Я уже не хочу ходить ни на вечеринки, ни на день рождения. Когда меня представляют, ну вот моя келинка там, и вот все, я краснею. Вот это вот я не могу прям, не знаю. Вся дрожу вот. Ладно, сейчас придешь, представишься, подожди. Представь? Ты в принципе. Нет. Смотри. Нет, вы мне сказали, высказать вот все, что это. Я потом, у меня страх, а вот я забыла. Я вот, знаете... Не надо мне пересказывать, остановись сейчас. Сейчас остановись. Сути, не важно. Да, да. Смотрите. Мама всегда выбирает слабого или младшего по умолчанию. И она гробит только одного, ну, чаще всего. Остальные вырываются. А, двоих она гробит. Короче, смотрите, многодетная семья, допустим, да? Пятеро детей. Пусть они будут сыновьями. Мама выбирает самого младшего, либо она того, который болел. Там во время родов проблемы были, там заболел пневмонией, там она долго откачивали. Она выбирает такого ребенка и вот просто вот его гиперопекает. Старшего она нагружает. Или самого ответственного выбирает, кого ей кажется, что он может. Иначе ты должен их всех вырастить, ты должен им всем купить, ты должен их всех замуж отдать, женить, потом племянников воспитать. То есть она грузит самого старшего. И самого младшего она любит, или слабого. Вот эти посередине че-то трое. Это более-менее свободные люди, за которых можно выходить замуж. Безболезненно. Почему? Старший умрет в 55 от инфаркта, младший в 55 он еще не нашел себя. Он алкоголик, игроман. А вот эти трое посередине иногда скидываются ему на машину, которую он разъебал. Раз в три года. Или дом ему покупают с квартиры, которую он проиграл в казино. Я правда, я был, как бы работал с мужиком, мама пенсию собирала полгода, ему удала, он проебал в казино. Понимаете? И она потом, маме 80 с лишним лет, она вот такая вся. Это младший сын был. А старшего похоронили. Ну, короче. Нагружают старшего и младшего, они вот этот. И жизнь портится у двоих. Я, как здесь на сеанс какой-то мужчина приходил, он купил квартиры и дома всем своим братьям и сестрам. Построил дом маме, а сам на съемной квартире с женой, с детьми. Прикиньте? То есть, насколько мать вбила в голову, что нужно сначала их всех на ноги поставить. Поэтому вот эти перекосы, которые они начинаются только, да, так в зародыши надо прям душить. Пока не так дорого. Потому что дальше проблемы дороже с каждым годом. Ты же замечаешь? Каждый год дороже это все. Потом просто неподъемные суммы будут. Он все всадит. У меня не прижимает этот московый процесс. Сейчас, подождите. Я не реализовалась в жизни. Я вроде не тупая такая, с двумя вышины. Но я дома, я дома хозяйка, я не реализовалась. И поэтому я мнимая вся вот эта вот. Не знаю. А муж? Муж у меня сейчас на пенсию. Я всю жизнь за мужем. Ну, хорошо же. Но сама-то я уже не реализовалась. Зачем тебе? Ну, а для чего я пришла? Родить? Тебе сейчас сколько лет? Скоро будет 50. А, ну еще успеешь реализоваться. Смотрите, естественная реализация женщины в современном мире сегодня в 40 начинается. Естественная. То есть это тогда, когда уже дети большие, ты свободна, то есть можешь заняться собой. Это примерно 40 лет, если ты вовремя родила. В принципе, может еще вовремя. И тогда, если реализуешься в 40, жить будешь дольше. Не реализуешься, жить будешь меньше. Выдохните 40-летний или кто там. Такие, уф. Вдох-выдох. Еще раз. Сейчас встаете тогда, закрываете глаза и встаете так, чтобы стул был сзади, ладно? Чтобы если охота, ну как бы, если будет качать, падать назад. Ага. Андрей соберет тогда? Поспешлю. А то я... Да. Да. Вы сестры, да? Никто подруги вы? Мы раньше вышли, коллегу сейчас подруги. Ааа. Класс. Родные мы в одном кабинете. Сколько отсидели, мы ругались, друг другу, хоро слов, понимаешь. Ага. Только на один запрос, как ты работаешь. Нет, она все. Сейчас мы посмотрим. Невозможно работать с чем-то одним. Мы вытащим сейчас, как этот... Основную, вытерни проблему, оно остальное все будет само решаться. Можете с чем. Посмотрим, подожди. Просто слушай, не слушайся, а ты лучше всего сидеть, но у меня нет. Я вот здесь не могу читать. У тебя от агрессии хроническая усталость, дорогая. Тебе надо... Да. Тебе надо сдерживать агрессию, и на это у тебя уходит основное... У тебя политика сдерживания, короче. Ты сдерживаешь войну. Внутреннюю. И из-за этого силы туда уходят. У меня тоже. А больше я еще мало болею. И сын тоже болеет. Сейчас посмотрим. Я сына записала свою, что он не хочет. Не хочет, не хочет, не надо. Зачем ты заставляешь? Сколько сыну лет? Чтобы она развивалась? 22. Ему не надо. Единственное сыно. Еще одна. А проблемы со слухом? Это может... Психосоматика? Если у тебя слуховой аппарат весь здоровый, то, скорее всего, это психосоматика. Я не уверялась. Просто у меня иногда слышно, иногда плохо слышно. В смысле, иногда ты хорошо слышно? А почему ты не хочешь, уши не промывал? Может, просто серо, нет? Я не хотела вообще. Дорогая. Какая-то фобия, что там, что там, это, что-то. Это может серо, просто пробка. Я не думаю, что это. В смысле, ты не думаешь? Вон, посмотри туда. Вот к ней сходи. Это уши ей надо. К ней сходи в центр. Это может быть психосоматика, но сначала исключи все медицинские показания. Это вот, знаешь, иногда приходят, где я не могу родить. Поможете? А у них матки нету, ебутых. Как я помогу? Гоните. Я что, я выращиваю или что я сделаю? Поэтому сначала медицинские показатели все этот сними, и потом мы идем с собой поработаем. А может, если это будет психосоматика? Может быть, были такие случаи, да. Просто я вот рекомендую, чтобы этот... Поняла? А женские, болячки, болячки? Смотрите, кисты, миомы, вот эта вся лабуда, если это психосоматически, это закрытие своей женской энергии. Или отход от женской сути, или как вы, короче, хотите. Короче, если коротко, это просто зажимы в малом тазу. И чаще всего, когда зажимы убираешь, короче, ну, очень много проходит. Правда, бывает. В общем, сейчас поработаем, посмотрим. А что у тебя, киста или что? Да. Угу. А треничный нерв у тебя или мне кажется сейчас? У тебя лицо как будто нет? Или так просто улыбаешься так? Или что это? А, не знаю, когда фотографируюсь, такой щенит, как будто у меня фиг, пол лица идет. Не болит это, не имеет ничего? Нет. А, ну тогда нормально. Ага. Потому что бывает, этот треничный нерв как будто у тебя, ну, иногда ты говоришь, что у тебя как будто треничный нерв защемило. Нормальный, да, здоровый он? Ага. Хорошо. Готовы? Да. Что-то вы как на плаху идете, я честно. Я знаю, что-то страшно, не бойтесь. Вот ощущение как будто как на, вот тяжело вы прям как-то. Куда пошла? А, ладно, возвращайся. Вы тянете прям потихоньку. Сейчас посмотрим. Не бойтесь, будет легко. Ань? Я как следую. А что вчера было? Что вчера? Вчера в Минальвах, или это закрытое? Это бизнес-леди, Казахстан, это, короче, Сауле, это организатор. Она меня позвала, и я поэтому вот этот приезжал. Спасибо им. Ага. И по дороге, короче, вот это сделали сразу. А, по идее, вы к ним ехали, да? Ну, вообще, да, чтобы я живу, этот, как манимейкинг. У меня привычка уже, знаете, я отдыхаю где-нибудь, я там зарабатываю, еще куда-то я что-то там делаю. У меня, вот, и я так 10 лет в этот бег бегал, потом с карантина это вот все остановилось, и потом было не до зарабатывания, потому что у меня по здоровью немножко шатало. Сейчас я восстанавливаюсь, и опять эта вся фигня возвращается. Я не знаю, мне кажется, я сейчас в колесо попаду, опять не смогу остановиться. Вот, но... Вы мотивы принимаете? Да. Да. Можно позвонить, помните, да? Лучше писать на WhatsApp, да, я там, мы там договоримся по датам, по времени. Потому что я на звонки не всегда отвечаю, но... А вы после сейчас сеанса можете сказать, да, что нам все это или надо еще? Чаще всего, где-то один-два раза это минимальная тема. А так, смотрите, если просто эмоции сейчас проревешься, проплачешься, и у тебя не будет онемения рук, ног, лица или там чего-то, то, в принципе, может не приходить. У меня уже онемения, да, да. Не бойся, мы только, мы еще не начинали от одного особого. Это только левая, подожди. Вот. В Ташкент не собираетесь? В Ташкент, там вот в рамках Алмаю что-то там приглашают университета. Если договоримся туда, ну, осенью, даже, ну, наверное, раз в два месяца, раз в квартал буду ездить, может быть. Не знаю. Ага. Пока. Я вам сейчас не знаю. Получается, просто задолжение, если не...